Переселение армян на Кавказ носило поэтапный характер. Массовый характер этот процесс приобретал в периоды военных действий в регионе. Процесс был санкционирован ведущими мировыми державами, которые таким образом создавали христианский пояс вокруг населенных преимущественно мусульманами территорий. Переселение сопровождалось изгнанием коренного населения и арменизацией живущих там христиан. Какие события спровоцировали начало массового переселения армян? Сколько армян переселилось на Кавказ и как менялся этнический состав населения в регионе? Первыми на Кавказе появились представители армянской Григорианской церкви, которые нашли здесь благоприятную почву. Некая схожесть с албанской церковью сподвигла армян к первым попыткам подчинить себя албанскую автокефальную церковь, храмы которой появились на Кавказе еще в III веке. Католикоз албанский Нерсес Бакур активно противодействовал расширению влияния армянской церкви. Им была собрана обширная библиотека, свидетельствующая об автохтомности албанцев на этих территориях. Когда библиотека попала в руки армянских священников, она была безжалостно сожжена. Нерсес Бакур – католикоз церкви Кавказской Албании. Зашел на церковный престол в 689 году. Выступал против политики сближения Кавказской Албании с арабским халифатом. В последние годы правления выступал за утверждение в стране православия. В 706 году Нерсес Бакур был низложен. После низложения Нерсеса Бакура влияние арабского халифата, а заодно и армянской церкви в Кавказской Албании расширилось. В 715 году арабский халиф пожаловал податные привилегии армянской церкви, а также освободил, я процитирую, армян от коварного и вероломного племени греков, выселив их на Черное море и во все прибрежные места. Но несмотря на то, что арабский халиф Абдальмалика Мияд отдал распоряжение о слиянии автокефай на албанской церкви и албан-крестьян, не перешедших в ислав с армянно-грегорианской церкви, в этот период албанцам удалось отстоять независимость своей церкви и государственности. Несмотря на это, на Кавказ стали небольшими группами стекаться последователи армянно-грегорианской церкви, относящиеся к разным этническим группам. Это были не только хайканы, которых сегодня называют предками современных армян, но и копчаки, айсоры, курды, цыгане, евреи, удины. О массовом переселении речь не шла вплоть до 15 века. На Кавказе было государство Акойнлы, затем было государство Каракойнлы, которое вело войну с теми седжуками, которые создали, значит, османское государство, но еще не взяли Константинополь на тот момент. Вот после того, как стало ясно, что Константинополь падет, это 15 век, часть как православных, значит, мы знаем, что центром православия являлся Константинополь, вот уже тогда появляется доктрина Третьего Рима, и значительная часть руководства Византийской церкви из Константинополя приезжает в том числе в Россию, в Москву. А что касается армянской церкви, то она находит приют на Кавказе не без помощи наших правителей, в первую очередь правителей Акойнлы и Каракойнлы, которые видели в них инструмент или рычаг влияния на османскую державу. То есть армян хотели использовать именно противостояние между нашими, сами же мы, между империями. Период 15-17 веков, отмеченный могуществом азербайджанских государств Ахгойнлы, Гарагойнлы и Сефевидов, сменился к началу 18 века феодальной раздробленностью. Образовалось 20 ханств. Отсутствие централизованной власти и постоянный распри между отдельными ханствами подвигли армянскую церковь на начало новых действий, направленных на расширение их влияния. К этому периоду происходят драматические события. Связаны они в том числе с усилением царской России. Во-первых, с созданием Российской империи. На стыке, на завершение 17-го, начало 18-го века, Петр I, молодой правитель энергичный, его деятельность дает серьезную надежду для Европы, что Европа сможет вернуть свое былое влияние, которое на несколько веков она потеряла, именно, как я отметил прежде, благодаря завоеваниям сельджуков, тюрок. И большие надежды связываются с тем, что именно Российская империя, то есть руками Российской империи, удастся воевать как с сефевидами, так и с османами. То есть выход к теплым морям, он не имел никакого экономического обоснования для России, но это была задача, которую очень ловко поставили молодому Петру I. Переговоры с российским императором ввел Исраэль Ори. Эту миссию на него возложила армяно-грегорианская церковь. Исраэль Ори, 1658-1711 годы. Член делегации, отправленный католикосом, окопом IV в поисках зарубежной помощи для расширения своего влияния в 1678 году. После смерти католикоса план поиска зарубежной помощи был отброшен, но Ори решил выполнить миссию самостоятельно и посетил Венецию, Париж, Вену, Дюссельдорф. Планы Ори не получили поддержки у европейских правителей, которые выражали сомнения в том, что он выступает от имени большинства армян. По совету императора Леопольда I, Ори отправился за поддержкой в Россию. В России Исраэль Ори встречается с Петром I и передает ему письмо сюникских миликов. В послании российский государь назван «Единственной надеждой армянского народа». Из перевода послания армянских миликов Петру I. «Не имеем иной надежды, токма в бозе монарха небесного, вашего величества на земле государя». К Петру I Исраэль Ори стал ходить, заручившись якобы поддержкой карабахских, как он называл, правителей миликов. А это были частично албанские правители, частично армянизированные. И сейчас выясняется, что он, возможно, не заручался их поддержкой, он обманул и тех, и тех. И бегал по европейским, в основном католическим столицам, заручился поддержкой некоторых католических правителей. И вот с этим пакетом поддержек он пришел к Петру I, который очень сомнительно отнесся и сказал, что занят Северной войной. Петр I пообещал оказать армянам помощь по окончанию войны со Швецией. Заручившись косвенной поддержкой российского государя, Ори встречается с папой Климентом XI. Достоверной информации об итогах этой встречи нет. Однако для Ори был важен сам факт встречи с папой. Позже он использует его в предложенном России плане по созданию христианского единства против мусульман. А именно, он предложил послать за Кавказе 25-тысячную русскую армию из 15 тысяч казаков и 10 тысяч пехоты. Ори обещал российским властям поддержку армян на местах. Ори также предложил предварительно послать на Кавказ специальную миссию, которая бы собирала информацию о дорогах, крепостях и так далее. Чтобы не вызвать подозрений, Ори заявлял, что послан римским папой ко двору севицкого шаха султана Хусейна. В 1707 году, после всех необходимых приготовлений, Ори в ранге полковника русской армии с большим отрядом выступил в путь. Подрывную деятельность в Азербайджане Ори начал с Шимахи, где на встрече с местными христианами предложил им поддержать Россию. Очередные переговоры он провел в Асфахане. Завершить миссию Ори не удалось. Израиль Ори погиб при непонятных, или был убит при непонятных обстоятельствах, в Астрахани, когда он через Азербайджан из Шимахи очередную порцию доносов куда-то нес. Он погиб в Астрахани. Но его дело, как говорится, жило. И в период междуусобицы в Сефивитском государстве, в 1720-е годы, Петр I, совершается такая провокация. В Шимахе происходит якобы бойня. Убивают русских и армянских купцов. У них отнимают имущество. И якобы Петр I, чтобы расправиться с разбойниками, которые действуют в Сефивитском братском государстве, он на помощь в восстановлении правопорядка выдвигается лично сам. Начинается Каспийский поход. Он берет побережье Каспии, берет Дербент, затем спускается вниз. Его Матюшкин берет Баку временно, еще спускается вниз вплоть до территории Ирана по прикаспийскому здесь направлению. Однако его обманули армянами. Они обещали десятки тысяч воинов, которые выйдут ближе к Ширвану, Кшеки, Карабаху, Гянджи и обеспечивают в том числе провизией всем нужным армии Петра I. Но этого не произошло. Несмотря на обман со стороны армян, которые не могли предоставить российскому государю десятки тысяч воинов за их неимение, Петр I не отказывается от плана по созданию христианского пояса вокруг России. С этой целью в 1724 году он издает указ об армянском народе. В соответствии с этим документом давалось разрешение на переселение армян на захваченные Россией земли и отведение мест для их расселения. Из указа Петра I от 10 ноября 1724 года. Армянский народ ради христианства во особливой нашей милости содержим. Того ради мы, на сие ваше прошение всемилостивейшее, соизволяем, и потребные указы от себя послали к управителям наших тех новополученных персидских провинций, дабы они вас как в Гелянь, Мизендрон, так и в Баку и в другие удобные места. Когда кто из вас туда прибудет, не токмо приняли, но и для жития и поселения удобное место отвели и впрочем во всякой милости и охранении содержали. Был создан комитет по переселению, который контролировал миграционный процесс армян. Их обустраивали на новых местах, таким образом, чтобы жители созданных поселений не входили в контакт с уже существующими азербайджанскими селами. В приказе генералу Матюшкину российский император Петр I велит создавать благоприятные условия для переселения не только армян, но и других христиан. Это подтверждает гипотезу о том, что главной целью русского монарха была не поддержка армян, а создание христианского пояса. С этой же целью армянская церковь получает неограниченные полномочия. Армянская церковь, в том числе Ичмиадзина, получает карт-бланш над всеми христианами. Я вам даже скажу, на тот момент началась насильная организация, даже грузин. Просто грузинская церковь смогла через своих влиятельных людей отстоять этот процесс. Тогда основная сила организации была направлена на Албан, на Удин, на другие народы, в том числе Кипчаков. Этот процесс был позволен не только на Кавказе, но и на территории нынешнего Крыма, на территории Краснодара, Ставрополя, то есть в Черном море, на юге России, где с средних веков издревле жили и существовали огромные колонии армянок-кипчаков. Из приказа Петра I генералу Матюшкину от 10 ноября 1724 года «В данный вам при последнем нынешнем отправлении инструкции поверено, дабы вы всяким образом стараний имели армян и других христиан призывать в Гелянь и Мизендрон для поселения. И когда те армяне в Гелянь, Мизендрон, в Баку или в Дербень или в другие тамошние наши места прибудут, то надлежит их принять ласково и отвезть им в пристойных местах по твоему рассмотрению удобные места для их поселения, отдав им в городах и селах те дворы и пожитки, которые пусты, так уж да и тех, которые явились в какой противности или на которых какое подозрение есть, и тех противных и подозрительных вывезти вон и поступать с ними, как вышеупомянутые данные инструкции тебе повелено». Одновременно чрезвычайному послу в Константинополе Александру Ивановичу Румянцеву император дал указание уговорить армян переселиться в Прикаспийские земли при условии, что местные жители, я процитирую, «будут высланы, а им, армянам, отдадут их землю». Политику Петра I в армянском вопросе продолжила Екатерина II. К моменту ее восхождения на престол Россия потеряла завоеванные Петром I территории. По условиям Константинопольского договора от 1724 года Ириванское ханство Шимахат, Тебрис, Картли и земли на севере Ирана попадали под сферу влияния Османской империи. Россия же сохраняла территории на западном и южном побережье Каспия, полученной по Петербургскому договору 1723 года с Ираном. Петербургский договор 1723 года подписан 12 сентября по результатам персидского Каспийского похода Петра I. К России отходили южное и западное побережье Каспийского моря с Дербентом, Баку, Рештом и провинциями Шерван, Гилян, Мазандаран и Астрабат. Однако впоследствии шах Тахмасп II отказался от ратификации договора, который по указанию предыдущего шаха подписал посланник в России Исмаил Бек. После смерти Петра I по Решскому 1732 год и Гянджинскому 1735 год трактатам, приобретенные согласно Петербургскому договору России территории, были возвращены Персидская империя. Таким образом, перед новой Российской императрицей вновь стала задача по расширению влияния России на Кавказ. Как и Петр I, она решила использовать в этих целях армян, которые давно утратили свои исторические земли, а потому были готовы использовать любые средства для освоения новых территорий. После завоевания Потемкиным Крыма эмиссары-императрицы предложили крымским армянам переселиться, в том числе на Кавказ. Такое же предложение было сделано армянам, проживавшим на территории Ирана. Эта политика увенчалась успехом. Когда уже при Николае I России пришлось воевать с Персией, они столь откровенно радовались приходу императорских войск, что после войны во избежание мести со стороны персов почти полторы сотни тысяч армян предпочли переселиться в Россию. Власть такому переселению была только рада, поскольку считала армянских христиан более лояльными, чем многочисленных кавказских мусульман. Итоги русско-персидских войн 1804-1813 годов и 1826-1828 годов стали отправной точкой для нового массового переселения армян на Кавказ. В годы обеих военных компаний количество населяющих Кавказ армян значительно выросло. По сведениям армянских же источников в течение двух лет с 1826-го по 1828-й из Арана и Южного Азербайджана в Северный Азербайджан было переселено 18 тысяч армянских семей. А по завершению военных компаний были подписаны документы, закрепившие российские завоевания на Кавказе, Гюлистанский и Туркманчайский мирные договоры. Гюлистанский мирный договор подписан между Российской империей и государством Каджаров 12 октября 1813 года после окончания Русско-Иранской войны 1804-1813 годов. Согласно этому соглашению Каджары признавали переход к Российской империи Дагестана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Эмиретии, Гурии, Абхазии и Азербайджанских ханств, Бакинского, Карабахского, Гянджинского, Шерванского, Шекинского, Дербенского, Кубинского, а также части территории Линькаранского ханства. Туркманчайский мирный договор подписан между Российской империей и государством Каджаров 10 февраля 1828 года после окончания русско-иранской войны 1826-1828 годов. Документ подтверждал территориальное приобретение России по Гюлюстанскому мирному договору. По Туркманчайскому договору к России также отходили еще два азербайджанских ханства – Ириванское и Нахчеванское. Кроме того, каджары обязались не препятствовать переселению армян на завоеванные территории. На основании статьи 15 Туркманчайского договора армяне из Ирана стали свободно расселяться в Северном Азербайджане. Еще раньше, в 1797 году, по указу Павла I на Кавказ переселилось 11 тысяч армянских семей. Большую активность в организации переселения армян из Персии в Северный Азербайджан проявил полковник русской армии армянин Лазарев, который предлагал особый проект по созданию автономной армянской государственности на исконных азербайджанских землях на Кавказе. Во исполнение этого плана был принят высочайший указ Российского Сената. Из высочайшего указа Сената Царской России от 21 марта 1828 года. Силую трактата с Персии, заключенного 10 февраля 1828 года, присоединенной к России ханство Ириванское и Инахчеванское, повелеваем во всех делах именовать отныне областью армянской. Через 12 лет так называемая Армянская область была упразднена на основании закона об административной реформе, утвержденного императором Николаем I. Указ о создании области интересен другим. В этом указе упоминается присоединение к России азербайджанских ханцев. Это, сыгравшее негативную роль в дальнейшей истории Азербайджана события, состоялось в 1805 году на основе Кюрикчайского договора. Кюрикчайский договор подписан 14 мая 1805 года. Документ подтвердил переход Карабахского ханства в подданство Российской империи. Договор был подписан карабахским правителем Ибрагим Халилханом и генералом от инфантерии Павлом Дмитриевичем Цициановым. Кюрикчайский договор состоит из преамбулы и 11 артикулей. В преамбуле договора говорится о переходе Шушинского и Карабахского Ибрагим Хана в подданство Российской империи, а в артикулях определены вытекающие из этого условия. В первом, четвертом, шестом, восьмом и девятом артикулях Кюрикчайского договора отражены обязательства Ибрагим Хана, а во втором, третьем, пятом и седьмом пунктах Российской империи. Россия однозначно признавала Карабахское ханство независимым государством, а Ибрагим Хана и его наследников единственными владителями ханства. В десятой статье договора отмечается, что он заключен на вечные времена и после этого не должен подвергаться никаким изменениям. Во втором пункте дается императорская гарантия сохранения целостности государства Карабахского хана и его наследника. Однако оба пункта были нарушены. Тут многие историки говорят, что все-таки Карабахский хан пожилой, уже 80 лет он был, он дал слабину. Кюрикчайский мир, Карабахский хан допустил русский гарнизм в Шушу, это позволило, в первую очередь, России уже доминировать на Кавказе, потому что стратегические высоты в виде Карабаха оказались у Карабахской России. И, к сожалению, очень жестоко расправились с семьей и с самим Карабахским ханом, физически истребив даже его малолетних внуков под каким-то глупым поводом, что он мог, хотел выступить на стороне Каджарова, хотя все знают, что он с этим воевал, и они были кровными врагами. Таким образом, вероломным методом Цуцианов и его окружения смогли взять Карабах. Затем они, мы знаем, до этого были, извиняюсь, события, взятия Гянджи, тоже вероломным нападением и истреблением в мечети огромного количества мирного населения, смерть Джавадхана Зиатогулы Каджара, Гянджинского. Затем, опять-таки, Цуцианов поломал зубы на Баку. Мы знаем, что бакинский хан отомстил Цуциану за его вероломство в Карабахе, и в Гянджи, и эти все ханы были его родственниками. И Цуцианов сам лишился жизни и головы у входа в бакинскую крепость. На этом, на данном этапе, царские завоевания остановились. Как свидетельствуют факты, в 1805 году, когда ханство было присоединено к России, армяне составляли менее 20% от всего населения ханства. И это несмотря на то, что процесс переселения проходил уже почти 100 лет после знаменательной встречи Петра I с Исраэлем Ори. В начале XIX века переселением занялся главнокомандующий на Кавказе генерал Цуцианов, начав этот процесс в октябре 1803 года. Стремясь к скорейшему выдворению армян на всех завоеванных кавказских территориях, Цуцианов тогда же в письме армянскому архиерею Ионессу просил, чтобы тот срочно прислал сюда армян, уверяя их в обеспечении благоустройства. Показательно, что российское правительство с целью переселения обращалось не только к армянам, но и к другим восточным христианам. Так, в 1804 году Цуцианов приглашает северный Азербайджан в 16 тысяч айсорах. В обращении к ним он писал, что, соединившись с армянами, им будет легче противостоять преследованиям со стороны мусульман. Речь идет об айсорах армяно-грегорианского вероисповедания, которые позже будут причислены к этническим армянам, как и десятки тысяч представителей других национальностей, принявших христианство. Показательно, что российские чиновники, принимавшие участие в административных мероприятиях по колонизации азербайджанских территорий, все как один отмечают принадлежность этих земель азербайджанскому народу. Из книги Шаврова новая угроза русскому делу в Закавказье. Оседлое же туземное население, принадлежащее к татарскому азербайджанскому племени, располагалось с давних времен вдоль берегов Куры и Аракса и около Талышинских гор. Сам Цацианов 22 мая 1805 года в своем рапорте номер 19 от 22 мая 1805 года писал, что по своему географическому положению Карабах является воротами Азербайджана, а также Ирана. Он предлагает проявить особое внимание удержанию и укреплению этого края путем реализации долгосрочной политики колонизации. Особое внимание при этом уделялось стратегически важному региону Карабаха. Так начинается новый этап переселения армян на Кавказ. Чтобы ускорить процесс, армянский католикоз Нерсес Аштар Акеци подготовил специальный проект переселения. Согласно армянским историкам, эту идею поддержал Игорь Баедов. Однако события в Тегеране ставят под сомнение эту версию. Часть, в том числе азербайджанской элиты, выходцы из Иривани, были возмущены во главе с Аллахи Арханом, который был старшим дизилем каджарского шаха Гатали. Сдачу Иривани они посчитали большим оскорблением. На этом фоне начались брожения среди армян. Вот тут происходит очень интересное событие, в котором замешан, скажем так, главный в Гариме, женской половине, фатали Шаха Каджара, Манучар Бек, армянин, и ряд других армян, которые начали стучаться в русскую миссию, что, мол, в связи с тем, что один из пунктов Туркменичайского договора предполагает переселение в течение года всех армян, которые хотят на территорию взятую Россию, то есть на Кавказе дальше. Манучар Бек ночью пришел и стучался, и тогда, когда Грибоедову доложили, он удивился, сказал, зачем этот человек ночью приходит. Что делает Манучар Бек? Да, он приходит днем, но с двумя наложницами Шаха, двумя армянками, принявшими ислам, которые являются женами наложницами Каджара. Днем, на глазах у всех. Естественно, в шоке Грибоедов, вынужден был запустить их на территорию дипмиссии, и совершил серьезную тактическую ошибку. Немедленно, а это во многих мечетях и на базарных площадях, провокаторы начинают кричать, что ни чести, ни совести нет у Каджарского Шаха, его жены в руках у русских, и черт не знает, что с ними там творится в посольстве. Огромное количество толпа собирается в посольство, и все было бы хорошо, было бы решено миром. Грибоедов понимает, он хочет быстро выдать обратно этих двух наложниц, и это Мануча Адбеков. Однако вдруг наложница раскрывает окна, начинает кричать, что над ними здесь хотят и уже надругались. Это имеет эффект взорваться бомбы. Начинается штурм посольства, при котором погибает жестокий штурм с двух сторон. Погибает практически вся дипмиссия, кроме одного-двух людей, в том числе и Грибоедов. Усмирить дипломатический скандал и избежать новой войны, которой так добивались армяне, удалось лишь благодаря усилиям наследника иранского престола Аббас Мирзы. И хотя подготовленный Вичмядзини план провалился, остановить процесс переселения армян уже было невозможно. По данным описания Карабахской провинции, собранного в 1823 году действительным статским советником Могилевским и полковником Ермоловым, прослеживается прирост армянского населения за счет армянских переселенцев из Ирана. Из данных следует, что к этому моменту армяне составляют уже около 20% населения. Согласно реестру, в провинции имелся один город, Шуша и около 600 сел, в которых проживали около 20 тысяч семей или около 90 тысяч жителей. Данные из реестра. Описание Карабахской провинции за 1823 год. Национальность азербайджанцы. Численность семей 15 729. В городе Шуша 1111. В деревне 14 618. Национальность армяне. Численность семей 4 366 семей. В городе Шуша 421. В деревне 3945. Всего 20 095 семей. В городе Шуша 1532. В деревне 18 563. На следующем этапе началось переселение армян из Турции. Процесс осуществлялся на основе Адрианопольского мирного договора, согласно которому Турция признавала за Россию и риванское и ногчеванское фанство. В соответствии с Адрианопольским и Дернинским договором 1829 года, только в Карабах и прилегающие районы было переселено 84 тысяч армян. Еще 50 тысяч в этот же период переселились из Ирана. Таким образом, всего за пару лет Россия переселила на Кавказ из Турции и Ирана более 130 тысяч армян. Политика имперской России по колонизации Кавказа и заселения исконных азербайджанских земель армянами вызывали опасения даже у современников этого процесса. Российский исследователь Шавров в книге «Новая угроза русскому делу в Закавказье» подробно описывает, как в результате заселения этих территорий армянами был искусственно изменен этнический состав населения. Из книги Шаврова «Новая угроза русскому делу в Закавказье». Мы начали проводить имперскую политику в Закавказье не с переселения русского населения, а с расселения иных народов. С 1828 по 1830 годы мы переселили более 40 тысяч армян из Ирана и более 84 тысяч из Турции и расселили их на лучших казенных территориях Елизаветпольской и Ереванской губерний, где армянское население составляло меньшинство. Для поселения им выделено более 200 тысяч десятин казенных земель, а также для них были куплены земли у мусульман-землевладельцев на сумму более 2 миллионов монатов. Нагорная часть Елизаветпольской губернии, имеется в виду Нагорная часть Карабаха и берег озера Гюйче, Сиван, были заселены переселенными армянами. Общее число переселенных и тех, кто переселился неофициально, превысило 200 тысяч. Шавров подытоживает описание процесса переселения армян на Кавказ. Так, я процитирую. В результате этих переселений в начале 20-го столетия из 1 миллиона 300 тысяч армян, проживающих за Кавказьей, более миллиона не являлись коренным населением региона, а были переселены нами. Шавров отмечает, что армян селили преимущественно на азербайджанских территориях и в первую очередь в Карабахе. Именно здесь, в этот период, и была искусственно создана новая история армян, которая зыждется на лжи армянских псевдоученых об автохтонности этого народа на Кавказе. Гипотеза, которую критикуют и сами армянские историки, понимающие, в отличие от своих далеких от науки коллег, что нужно не придумывать факты и события, а искать правду. Но это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин